здравствуйте с вами татьяна с канала деревенская жизнь на хуторе дневник казачки мне уже давно надо было бы рассказать что я вообще здесь делаю на youtube дело в том что как бы в интернете я общаюсь ну сравнительно давно уже наверно больше трех лет вот сначала я общалась на различных деревенских сайтах была там достаточно активным пользователем даже написала там несколько статей вот а потом мне понравился youtube во первых здесь интересно здесь много различных совершенно пользователей самых разных знаете переступить вот эту черту одно дело ты пишешь на сайтах когда тебя никто не видит это одно а совсем другое дело когда ты начинаешь сама себя снимать на youtube и как бы люди видят тебя в живую это совершенно другое знаете мне потребовалось целых три года чтобы получить так сказать прививку от негатива которые вот идет от комментариев например различных пользователей потому что когда человек пишет либо вот что-то снимает в интернете он выкладывается там понимаете как бы раскрывает свою душу и он очень раним а комментарии но бывают самые разные у всех людей взгляд на это все разные и надо знаете приобрести такую вот корочку на своем сердце своей душе чтобы тебе это не слишком цепляло верни как тебя цепляет но можно сказать что с этим можно жить вот и прежде чем значит начать снимать ролики про себя я смотрела много каналов на youtube вот некоторые из них дали мне вообще прям капитальную прививку я подумал то не чуть стесняешься если вот на некоторых каналах люди ничего не стесняются выкладывать всякую знаю всякую какафонию и говорю что это все таки есть очень много хороших но есть и вот где просто каналы ни о чем совершенно ни о чем вот и у них подписчики у них просмотры людям виде видимо это интересно не знаю может быть вкус у нашего населения потерян когда я все посмотрела думаю но нет вообще стесняться нечего попробую ка я поют убить ну и вот как говорится в течение месяца снимая эти ролики спасибо что вы меня смотрите а что мне дает интернет интернет мне дает общение я живу в деревне мы содержим крс не могу я углубиться в этих своих коров и быть дояркой мне это не интересно мне надо как тут развиваться в интернете очень много всякой информации очень много всяких людей они рассказывают разные истории здесь можно многому научиться меня все это привлекает поэтому я вот до сих пор здесь и как бы берет создала свой канал на youtube пока я не планирую зарабатывать на этом канале у меня мало и подписчиков и так мало просмотров для нормального заработка у нас как бы доход идет совершенно с другого поэтому поэтому я как бы не гонюсь выкладывать там скандальные ролики я стараюсь выкладывать только то что вот на самом деле интересно но и мне и людям стараюсь выложить то о чем многие например не знают все таки 17 лет стажа жизни в деревне мы занимались много чем мы и скотину разную содержали и сажали чем только не сажали я хорошо разбираюсь в огороде сейчас как бы не сезон осень а вот с весны похоже я начну я могу посадить различные семена мы выращивали всякую рассаду торговали ей на базаре мы занимались мелким фермерством у меня куча знакомых так что про деревню я знаю очень многое я считаю что достаточно много вот я хочу значит все это информации поделиться с вами иногда смотришь на какой-нибудь канал где человек рассказывать всякие истории называет себя фермером а сам живет на сам живет на каком чуть ли не в шалаше в тайге а собирается строить байкала мужскую магистраль вот мне например я сразу вижу что это вот лапша на ушах вот такие вот у меня уши здесь висят такие макароны а люди у нас очень добродушные очень доверчивые они всегда я имею ввиду те кто смотрят они всегда знаете они подходят вот ко всем авторам с добром вот они видят в них только хорошее стараются видеть они хороший у нас народ вот в общей массе он хороший я говорю он видать от того что он сам такой хорошим думает и в тех кто вот это все снимает есть только хорошее все вот поэтому как бы и комментарии у них замечательные и верят они всему на слово у нас было множество всяких историю пока во время моего общения как бы на сайтах в интернете вот там многие попадали на развод вот таких вот хороших людей которые знать сам ничего из себя не представляет зато он хорошо разговаривает у него там великий план по постройке байкала мужской магистрали и вот он призывает людей как бы помогать им устроить участвовать деньгами в этом деле многие на это покупают вот а пользователи комментатор еще в этом поддерживать ну да ты иди если ты не попробую что ты ничего не узнаешь вот этот человек туда идет терять там свои деньги вот а потом значит ну как бы возвращаясь назад те кто его туда усиленно посылал уже молчат у нас была такая история вот на сайте на котором я общаюсь одна женщина поверила одному такому свистоплясу она к нему переехала на работу отдала ему деньги якобы на то чтобы он ей дом построил потерял все эти свои деньги и все пользователи очень поддерживали и не нашлось ни одного кто бы остановил так взял бы искал не езди туда видно же что этот человек он обманщик то есть это я к чему говорю что характер у нашего народа но очень добрый везде видит хорошие ему вешают лапшу на уши он считает что это вот правда вот и также же что это касается у деревенских каналов у некоторых пользователей очень много лапши ну не знаю я сразу вижу я вижу что из этого ничего не получится потому что у меня большой а некоторые ведутся подписываются смотрят там такие комментарии как бы личное дело каждого я думаю что там какое-то время пройдет и все равно все это вскроется потому что в общей массе народ не обманешь и вот этот интернет я еще раз говорил дает мне общение я не думаю что когда-нибудь это оставлю вот я так и буду либо где-то на сайтах общаться и вот снимать ролики спасибо что вы меня смотрите до свидания